Вы слушаете Радио Болтком. Подоплёка. С космических ядерных технологий, а затем он многие годы занимался информационными технологиями, и в данный момент он переводит на латвийскую почву тоже высокотехнологичный проект. Это производство беспилотных летательных аппаратов, как он мне объяснил, среднего класса, то есть грузоподъёмностью от 2 до 10 килограммов. И так Латвия может стать страной беспилотников, малой авиации и всего того, что, в общем-то, наверное, имеет глубокие корни, потому что я хочу напомнить радиослушателям, что в 1989 году в Латвии, в Риге на аэродроме Спилве проходил всесоюзный слёт самодельных летательных аппаратов, на котором, кстати, победу одержали литовские самолётостроители. То есть вот это движение, оно было такое очень популярное, и масса людей мечтали о небе, и не попадя, может быть, на кресло пилота в своё время по каким-либо причинам, не оставляли эту мечту и продолжали её реализовывать. Но вот целевая аудитория Константина, как он мне объяснил, это авиамодельщики. То есть, ну, наверное, раньше это было движение, которое начиналось с детских станций технического творчества. А вот сейчас, где вербуются кадры для того, чтобы прийти в эту отрасль производства беспилотников, производства различных летательных аппаратов, их обслуживания? Сохранилась ли в Латвии такая инженерная школа? Как вы её оцениваете? Да, спасибо за ваш вопрос. Смотрите, соответственно, ну, я, во-первых, хотел сделать оговорку, что всё-таки не то, чтобы я занимаюсь только беспилотниками. Значит, мы в целом организовали венчурный фонд, посевной венчурный фонд, где-то объёмом 50 миллионов евро. И его, собственно говоря, фокусная задача – это перевод в европейскую юрисдикцию каких-то технологий, которые, ну, на самом деле являются пригодными для международной экспансии из, прежде всего, Украины, Белоруссии, России. Ну, и в том числе, так сказать, мы традиционно собираемся любить проекты прибалтийские, потому что, несмотря на то, что фонд будет в олюксембургской юрисдикции по вполне понятным причинам, но операционный офис этого фонда будет в Риге. Вот, поэтому наши интересы, они лежат в области высоких технологий. Вообще беспилотник – это только один частный пример проекта, который вот сейчас находится, так сказать, как раз в стадии релокации из Петербурга в Ригу. Да, так вот, возвращаясь к вашему вопросу, я удивился, насколько легко мы здесь нашли местный персонал. То есть у нас в настоящий момент времени там из 20 сотрудников 10, собственно говоря, найдено здесь, в Риге. Мы очень удовлетворены качеством людей. Мы искали в основном людей, которые уже были с опытом работы, ну, либо в других беспилотных компаниях, а на самом деле, так сказать, их там в Латвии только крупных 5, не считая всяких небольших. Да, и люди эти все в основном, так сказать, были так или иначе, как вы правильно сказали, причастны к авиамодельному спорту. Там есть члены сборной Латвии международной по авиамодельному спорту. Вот, мы очень горды, что мы собрали такую команду, причем достаточно быстро, буквально, наверное, за месяц. Вот, значит, также, соответственно, у нас очень хороший опыт локализации производства. Собственно говоря, эти аппараты, они являются довольно оригинальными. В них покупных деталей, так сказать, ну, кроме какой-то рассыпной электроники, проводов, аккумуляторов и моторов нету. То есть, все остальное, как бы, производится оригинально. Мы буквально на все нашли местных подрядчиков и очень счастливы, так сказать, тем качеством, которое они уже поставили, свои первые комплектующие. Вот, собственно, сборка у нас вот уже идет. Мы в течение апреля выпустим там первую опытную партию там из 10 аппаратов, уже здесь целиком сделанных в РИИ. А назначение этих аппаратов, они будут какие-то посылки доставлять? Вот как развивается эта сфера применения? Насколько это, ну, перспективно с вашей точки зрения? Да, назначение, на самом деле, это очень хороший вопрос. Назначение универсальное. То есть, мы делаем универсальную платформу, значит, идея которой заключается в том, что она имеет оригинальную аэродинамику запатентованную. И, собственно говоря, смысл этой аэродинамической схемы состоит в том, что она очень дешево позволяет совмещать все плюсы аппаратов там самолетного типа и, грубо говоря, вертолетного типа для массовой аудитории. Квадрокоптер? А? Нет, это как раз не квадрокоптер. Квадрокоптер это, как бы, так сказать, ну, скорее похоже что-то на вертолет, соответственно, есть аппараты, похожие на самолет. Вот, значит, соответственно, это так называемый конвертоплан, то есть это самолет, который, как бы, может вертикально взлетать и садиться, вот, соответственно, но при этом имеет очень высокую горизонтальную скорость. Вот, а особенность, собственно говоря, этого аппарата заключается в том, что в традиционных конвертопланах, значит, применяются либо разные группы винтов для подъема и горизонтального движения, либо эти винты поворотные. Соответственно, вот оригинальная схема нашей портфельной компании заключается в том, что у них, так сказать, одна группа винтов, и она неподвижная. Вот, значит, соответственно, это позволяет существенно улучшить экономику этого аппарата. Вот, то есть его совокупная стоимость владения, так сказать, существенно выше, чем, существенно лучше, чем, наоборот, ниже, да, существенно ниже, чем у традиционных аппаратов. Вот, собственно говоря, о применении их, соответственно, универсальное, и мы позволяем интегрировать вот в эту платформу практически, так сказать, любой бизнес-кейс. Самые традиционные применения, вот, которые сегодня существуют, это какая-то геодезическая съемка, значит, это доставка в том числе. Возможно, кто-то из слушателей видел, вот, 1 апреля компания Юск шутила про беспилотную доставку, как бы, своих товаров, вот там снимался наш аппарат, кстати, портфельный. Вот, значит, соответственно, третья задача – это, ну, какие-то задачи мониторинга протяженных либо площадных объектов. Это могут быть, там, не знаю, леса, трубопроводы, линии электропередач, ну, что еще. А сколько он может находиться в воздухе, этот аппарат, или дальность его полета какова? Угу. А, значит, ну, максимальная заявленная дальность у нас 60 километров, соответственно. На, то есть, ну, условно говоря, если ему нужно лететь туда и обратно, значит, это где-то, так сказать, там, ну, 30 километров по другую сторону. Если ему обратно лететь не нужно, ну, соответственно, все 60. Ну, то есть он может долететь до точки назначения, там заправиться и лететь обратно? Не заправиться, он полностью электрический, соответственно, ему можно поменять аккумулятор. Нас часто задают про этот вопрос, нам часто задают про этот вопрос, потому что на самом деле есть аппараты, и, в частности, вот, как бы аппараты, производимые в Латвии, которые летают гораздо дальше, они летают гораздо дальше за счет гибридной энергетической установки. То есть там стоит двигатель внутреннего сгорания, который, если просто объяснять, крутит электрический генератор, этот электрический генератор в полете подзаряжает аккумулятор. Мы от этого специально отказались, потому что, так сказать, 80% задач вполне укладывается вот в такую полетную дальность, а наличие, соответственно, двигателя внутреннего сгорания в этом контуре, так сказать, помимо того, что это существенно утяжеляет аппарат, соответственно, очень сильно ухудшает экономику его эксплуатации. У нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Здравствуйте. Кроме, конечно, полета дронов, еще всегда есть вопрос личной, как бы, безопасности и приватности. Как можно избавиться, вот, чтобы дроны не летали над частной территорией? Есть ли какое-то в Латвии оборудование и где его можно купить? Спасибо. Ладно, это практический вопрос, я не знаю, сможете ли вы на него ответить, Константин. Я, к сожалению, не знаю, значит, в целом, смотрите, так сказать, история такая. Здесь это очень сильно зависит в целом от национального законодательства. Вот, насколько я понимаю, в Латвии нету, так сказать, частной собственности на воздушное пространство. Вот, значит, соответственно, так сказать, наши аппараты летают в горизонте, так сказать, свыше 50 метров. То есть они, в общем, наверное, сильно не должны приватность нарушать. Вот, и это немножко не те аппараты, которые используются для свежки. То есть они, как бы, гораздо более мощные, гораздо более дорогие. Вот, если их, так сказать, для какой-то разведки использовать, то скорее, наверное, для военной. Вот, да, а в целом, несомненно, есть всякие системы защиты, они построены по разным принципам. Есть, на самом деле, так сказать, система, которая глушит сигнал связи, вот, соответственно, есть система, которая, так сказать, физически может сбивать аппарат. Вот, есть система, которая может перехватывать аппарат. Ну, несомненно, разные системы существуют. Но это, честно говоря, страшно далеко от моих интересов. Понятно. Вы занимаетесь не тем, чтобы сбивать, а тем, чтобы запускать. Нет, мы занимаемся венчурными инвестициями. Еще раз говорю, это просто вот один из проектов, соответственно, который нам очень нравится, и который уже не теоретически, а практически переехал в Ригу. Когда говорят об инженерном персонале в Латвии, то очень часто грустят о том, что, ну, наверное, как и на всем постсоветском пространстве, произошел такой разрыв в подготовке этих инженерных кадров, начиная, там, условно, с 93-го, 94-го года и по, наверное, 2005-й. Вот ощущаете ли вы эту проблему, является ли она проблемой, и как вы ее решаете? Да, вы совершенно правы, есть демографическая яма, очень серьезная. Она как бы касается, скорее, не подготовки специалистов, а она касается того, что очень многие специалисты, которые вполне себе, будучи в свое время подготовлены, как глубокие инженеры, были вынуждены перепрофилироваться на другой вид деятельности. Ну, вот, условно говоря, по моему слову, я не совсем, наверное, типичный пример, но, тем не менее, на моем примере совершенно понятно, что вот я, как бывший, так сказать, инженер-исследователь космических ядерных реакторов, нынче занимаюсь венчурными инвестициями, и я уже вряд ли когда-либо вернусь назад к космическим ядерным реакторам, даже если меня позовут. Вот, значит, вот, в основном в этом выражается демографическая яма. То есть, условно говоря, так сказать, сегодня можно найти там 45 плюс хорошего специалиста, вот. И самое главное, что сегодня, так сказать, очень хорошо можно найти, так сказать, там, ну, даже 25 минус хорошего специалиста, потому что в целом, так сказать, ну, престиж технических специальностей, он везде возвращается в мире, потому что, соответственно, гуманитариев везде перепроизвели, вот. И там уже, так сказать, достаточно тяжело строить свои карьерные треки, вот. А здесь есть совершенно новые возможности, причем возможности всемирного масштаба. Там, ты можешь, так сказать, начинать там с работы, там, каким-нибудь сборщиком дронов там в Риге, а в конце своей жизни вполне можешь, так сказать, оказаться там директором центра технического обслуживания этих же самых дронов где-нибудь в Сан-Франциско. Да, у нас есть еще звонки. Давайте послушаем. Добрый день, говорите. Здравствуйте. Спросите у вашего гостя, существуют ли в мире дроны, которые могут перевозить людей, там, 200 килограмм, к примеру. Вот. Я слышал, что в Латвии есть для военных целей такая края муха, такие яйца. Не собирается ли их компания производить? Я бы купил бы, если недорого стоило. Хорошо. Сколько вы готовы заплатить? Спасибо. Да, несомненно, такие аппараты есть, соответственно, и количество их производителей, как это ни странно, гораздо больше, чем, так сказать, в среднем классе. Да, беда заключается в том, что на них сегодня нет реальных коммерческих задач, поскольку существуют существенные регуляторные ограничения. Вот. Но я думаю, что, так сказать, мир как-то в течение ближайших, там, 10 лет эту проблему обойдет, и, соответственно, у нас полетят и грузовые аппараты, и пассажирские аппараты, как бы. Я думаю, что в этом смысле все будет замечательно. Вот. А в Латвии, честно сказать, я не могу точно сказать, есть ли, так сказать, 200 плюс, но совершенно точно есть сейчас аппараты, которые в Германии делаются, есть аппараты, которые в России делаются, есть, значит, аппарат в Сингапуре, который, вот, так сказать, уже серийно выпускается даже, хотя пока нету регуляции. Вот. А я думаю, что здесь просто проблема перевозки людей, она будет многоэтапная. То есть, ну, для начала, наверное, какие-то трансферы разрешат. Ну, там, для примера, там, это такое, знаете, ну, типа маршрутного такси, да, вы там садитесь в аэропорту, в него, и оказываетесь в какой-то одной конкретной посадочной площадке в городе. Вот. Я думаю, что это в течение лет пяти разрешат, ну, а постепенно, наверное, так сказать, и что-то другое будет. Вот. А с точки зрения того, заменят ли они автомобили в ближайшем будущем, ну, я думаю, что нет, по множеству причин. Значит, это причины, как ни странно, сугубо утилитарные, соответственно, эти аппараты, к сожалению, производят много шума. Вот. Поэтому себе представить, что вот нынешний автомобильный трафик в городе вдруг заменяется на аппараты, сделанные, летающие по нынешним технологиям, соответственно, мне кажется, мы все просто сойдем с ума. Вот. То есть, вот то, что мы видели в кинофильме «Пятый элемент», это все-таки дело более отдаленного. Хорошо. У нас на прямой связи через Zoom руководитель, ну, один из организаторов, фонда венчурных инвестиций в Латвии, вернее, операционный офис будет работать в Латвии, а фонд будет работать в Люксембурге. И один из проектов нашего сегодняшнего гостя, его зовут Константин Синюжин, это производство беспилотников среднего класса от 2 до 10 килограммов. И, как нас обнадежил Константин, у нас с инженерными кадрами в Латвии довольно все хорошо. Но у меня вопрос следующий. Вот есть у нас IT-компания международная, тоже Accenture, и они разработали такую специальную программу подготовки по IT для школ. Ну, за свои деньги они это сделали, такой благотворительный проект, но в то же время с прицелом на то, чтобы школьников заинтересовать этой специальностью, чтобы они, так сказать, увлеклись и видели свое будущее именно в такой профессии. Вот что касается авиамодельного спорта и так далее, вот, может быть, вы начнете кружки открывать, там, какие-то, или, ну, своих специалистов как-то готовить для того, чтобы они, например, занимались с ребятами как раз этой деятельностью для того, чтобы готовить именно смену поколений? Это очень хороший вопрос. У нас такое в планах. Вот это, к сожалению, не то, с чего мы готовы начать, потому что приходится решать очень много других сложных вопросов вот, по запуску и построению, так сказать, системы продаж, вот, но мы к этому обязательно вернемся к концу года. У нас есть готовый, готовый набор, как бы, учебных курсов, методик, пособий и даже, так сказать, ну, такие простые модели, на которых, которые можно вот прямо распечатать на любом 3D принтере, так сказать, быстро собрать и учиться летать. Вот. А мы эту программу, так сказать, бесплатную обязательно развернем по всему миру. Ну, естественно, она будет, так сказать, где-то в других странах через местных партнеров реализовываться. Да, ну, естественно, так сказать, да, в Латвии мы тоже этим как-то займемся. Я думаю, у нас руки до этого дойдут к концу года. Это прямо очень хорошая история. Она нам нужна, так сказать, ну, не столько в утилитарном смысле, как многие часто думают. Вот. Да, это реально благотворительный проект, который нам особо, так сказать, ничего не стоит, а пользы, конечно, может принести очень много рынка в целом. Угу. Ну, вы пока не изучали, сколько этих кружков в Латвии сохранилось, где они базируются, кто их там ведет или познакомились немножечко с этим? Нет, нет, я прошу прощать меня, понять меня правильно. Нет, я сам, конечно, не изучал. Еще раз говорю, это все-таки отдельная компания там со своим менеджментом. Я знаю, что они как-то этим занимаются в каком-то сотрудничестве с Рижским техническим университетом. Больше, к сожалению, я не могу ничего. Понятно, хорошо. Хорошо. Телефоны в студии 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, задавайте вопросы Константину Синюшину, человеку, который занимается развитием высоких технологий. Ну, мы, собственно, с вами познакомились через Фейсбук, когда обсуждалась тема базирования компании Wargaming. Это белорусская компания, разрабатывающая, как я понимаю, компьютерные игры. Ну, и кто-то сказал, что эта компания отказалась от приглашения нашего агентства инвестиций и развития перенести какую-то часть своей деятельности на латвийскую территорию, выбрала Литву, потому что там есть русские школы. Ну, само по себе, конечно, эта новость, ну, она не хорошая, не плохая, потому что мы же не знаем, сколько действительно приглашали компаний, сколько из них выбрали другую юрисдикцию, а не Латвию. Но в целом, вот как вы оцениваете привлекательность Латвии для технологических проектов, может быть, будущее нашей страны вот на технологической карте Европы и, может быть, ее какие-то преимущества или недостатки? Да, это очень хороший вопрос. Знаете, вот я сегодня, когда готовился к эфиру, я пытался как-то найти какой-то интересный и всем понятный образ, чтобы разговор на эту тему, так сказать, у нас не ушел в частности. И на самом деле этот образ нашел. Вот давайте просто мы с вами посмотрим на государство Израиль. И, там, 30 лет назад это была, так сказать, очень милитаризованная, так сказать, очень сельскохозяйственная, очень социалистическая страна. На сегодняшний момент это один из, как бы, главных в мире, а может быть, уже даже, так сказать, самый главный в мире технологический хаб. Это произошло вот реально прямо, вот, так сказать, можно сказать, на моих глазах. Я, когда это начиналось, я был молодым человеком, вот сейчас я зрелый человек, я вижу, как это получилось. Вот. На самом деле это означает, что любая самая маленькая страна способна, так сказать, если захочет, способна себя преобразить. Вот, условно говоря, и в этом смысле самое главное – это, наверное, вот захотеть. Вот, если, как бы, Латвия захочет, я прямо уверен, что она может очень хорошо, так сказать, но если не повторить успех Израиля, потому что там все-таки речь шла о том, что репатриируются на историческую родину люди по каким-то иным соображениям, вот, неже чем утилитарные. Вот, но тем не менее утилитарные соображения, несомненно, имеют, так сказать, право на жизнь. И на сегодняшний момент времени, как бы, в мире есть не так уж много, как бы, локаций, куда можно перебираться энергичным и очень, как бы, грамотным людям, как бы, с тем, чтобы построить всемирный бизнес. Вот, это, конечно, во многом, так сказать, это русскоязычная аудитория, потому что из, так сказать, европейской юрисдикции, из европейской локации физической, как бы, существенно проще строить мировой бизнес, чем находясь, ну, сегодня, от чего греха таить, там, по другую стену железного занавеса. Вот. А, значит, что есть сегодня у Латвии в этом смысле? Значит, у Латвии есть очень прогрессивная система привлечения высококвалифицированных кадров. Значит, она прям реально очень хорошо работает. Вот это все миграционные программы. Значит, у Латвии есть замечательная просто налоговая система. То есть, Израилю она даже не снилась. Значит, соответственно, у Латвии есть, значит, существенные льготы для стартапов, то есть, ну, для начинающих таких, как бы, компаний, которые могут стать, там, будущими технологическими лидерами. Вот. Наверное, может быть, так сказать, чего самого главного нет в Латвии. А, ну, кстати, вот мы про персонал уже говорим. Здесь все-таки достаточно много, как бы, хорошего персонала. Вот. И там, ну, так сказать, довольно живое образование. Вот. Значит, чего, может быть, нет у Латвии, что вот с нашей точки зрения ей, конечно, несомненно, нужно решить. Нету, как бы, национального консенсуса, что надо двигаться вперед. Вот, к сожалению, значит, большая часть наших местных товарищей, с которыми мы уже тут перезнакомились за год, крайне пессимистично настроенные. Вот этот внутренний пессимизм, мне кажется, так сказать, он там, в том числе и в правительстве есть. Они вроде бы даже что-то делают правильно, но вот настолько внутренне неуверенно, видимо, для самих себя, что, так сказать, пессимизм этот переломить не удается. Вот. Еще раз говорю. Может быть, у них другие какие-то задачи, да? Может быть, другие задачи. Нет никаких обреченных стран. Значит, есть страны с разными, так сказать, стартовыми позициями. Вот стартовая позиция Латвии, на самом деле, выглядит очень неплохо. Вопрос просто, как она этой стартовой позиции распорядится. Вот. Мы считаем, что здесь есть, так сказать, все шансы. Что, например, так сказать, я бы, например, еще добавил сюда, я бы добавил обязательно два важных законодательных факта. Я бы ввел статус релацируемого бизнеса, такой особый правовой статус, значит, и я бы ввел обязательно, так сказать, так называемую дедушкину оговорку. Дедушкина оговорка – это такой международный юридический термин, означающий, что если какие-то поблажки введены для чего бы то ни было в законодательстве, то они совершенно гарантированно действуют, ну, не знаю, какое-то существенное время, положим, 50 лет, и никогда не могут быть отменены. Это очень существенно повышает доверие инвесторов. Особенно в развивающихся юрисдикциях. Да, и, значит, соответственно, а вот этот правовой статус релацируемого бизнеса, на самом деле, он должен тем компаниям, которые уже сложившиеся, то есть мы сейчас не о стартапах уже говорим, мы говорим о уже сложившихся компаниях, значит, которые вдруг хотят переехать сюда, значит, он им должен давать еще большие поблажки налоговые. Ну, несомненно, там у нас есть соображения, какие именно, но сейчас, наверное, так сказать, мы не будем уже в частности углубляться. Вот, значит, такое кое-где в мире существует, но недостаточно, в общем, развито почти везде, потому что, в общем, рынок релацируемых, так сказать, готовых бизнесов, он начинает сейчас только зарождаться в мире. И здесь Латвия может даже в чем-то первопроходцам, так сказать. Значит, с чем это связано? Это связано с тем, что еще вчера, в общем-то, так сказать, большая часть международной экономики была офшорная. То есть люди регистрировали прокладку на Кипре, соответственно, сажали там юриста-бухгалтера в офис, так сказать, производство у них оставалось где-то там в своем месте, вот, значит, клиенты оставались в каком-то другом месте. А, значит, мир в этом смысле прямо на наших глазах за последние пять лет драматически меняется. Вот, как бы, офшорному бизнесу везде практически, так сказать, начинают перекрывать дорогу. Вот, и это на самом деле отчасти разумно. Значит, но из этого просто надо понимать, какой следующий вывод. Следующий вывод заключается в том, что если, условно говоря, бизнес реально хочет развиваться как международный, это значит, что он должен переносить производство. И вот здесь, на самом деле, то место, куда он это производство будет переносить, сформирует огромный, так сказать, новый рынок межстрановой конкуренции. И, конечно, так сказать, ну, здесь Латвия при своем желании может занять очень заметную роль. И это причем, так сказать, ну, не чистая IT. Это именно, так сказать, ну, какое-то более сложное, комплексное производство. Ну, вот, например, там, коллеги из ЛИА любят очень рассказывать про биотехнологии, там, про приборостроение. В общем, что-то, что-то, так сказать, там, требует какой-то инфраструктуры. И это, как бы, совершенно замечательно. Вот сюда надо развиваться. Очень позитивное ваше видение возможностей. Я даже подумала, что мы могли бы сделать какой-нибудь круглый стол, не знаю, с юристами, может быть, с депутатами парламента, и вот обсудить эти идеи про релоксируемый бизнес. Потому что, действительно, то, что вы говорите, это очень интересно. Но вопросы о релокации вы связываете именно с, ну, русскоязычными регионами, там, с Украиной, Белоруссией, Россией. Почему? Нет, нет, не совсем так. Я связываюсь с тем, в чем я сам хорошо разбираюсь. А, понятно. Я вряд ли способен объяснить, там, немцам или французам, зачем им это надо. Потому что я не понимаю их реалий. Я очень хорошо понимаю, так сказать, реалии России, Украины и Белоруссии. Именно поэтому, соответственно, так сказать, здесь я готов выступать экспертом. Вот. А, несомненно, можно сюда затягивать и всякие другие бизнесы. Ну, то есть, в этом смысле тоже в стране есть, как бы, хороший опыт. Например, вот, так сказать, там, испытательный центр Боинга здесь расположен. Почему нет? Ну, как бы, Латвия достаточно авиационная держава, да, Крыма. Угу, понятно. Ну, то есть, вы думаете, что, несмотря на то, что, в принципе, вот эти технологии, новые технологии, наверное, все стараются каким-то образом поддерживать, в том числе и страны, которые вы назвали, наши ближайшие соседи, Россия, Белоруссия, Украина. Но есть что-то, ну, какие-то отрицательные факторы, которые, ну, склонят выбор людей, которые занимаются тем или иным высокотехнологичным бизнесом в пользу Латвии, а не страны, в которых они родились, в которой они родились. Отрицательный, да, конечно, конечно, отрицательный фактор, на самом деле, он один. Значит, это страновые риски. Ну, то есть, вот, условно говоря, надо, так сказать, отдавать себе полный отчет, что по разным причинам, ну, все три, так сказать, названные мной страны, они находятся, так сказать, за так называемой дугой, значит, политической и экономической стабильности. Вот, значит, с точки зрения, там, внутренней какой-то поддержки, инноваций, там везде все делается достаточно хорошо. Вот, но, вот знаете, так сказать, вот у нас была дискуссия недавно, там, в московском Сколково, где презентовались, там, какие-то очередные новые льготы, и, соответственно, так сказать, вопрос здесь не в льготах, а вопрос здесь в том, что для чего они нужны. Вот, условно говоря, если мы говорим про какой-то внутренний бизнес, ориентированный на внутренний рынок, несомненно, там все прям совершенно замечательно. Там беда наступает с международным бизнесом. Почему? Потому что, условно говоря, вы, с одной стороны, можете, конечно, международным заказчикам и инвесторам продавать эту мысль, заключающуюся в том, что если у вас центр разработки в Минске, то это вам обходится дешевле, но, с другой стороны, если там завтра отключат интернет, то зачем вам центр разработки в стране, где нет интернета, правильно? Вот. И вот это основные факторы, так сказать. Люди уезжают поэтому, как бы, то есть из этих стран очень трудно вести международный бизнес в силу самых разных причин. Поэтому, значит, все, что касается внутреннего рынка, я прям уверен, что там все будет нехорошо, а все, что касается внешнего рынка, значит, бизнес высокотехнологичный, для которого всегда внутреннего рынка не хватает, он очень активно смотрит за границей. Потому что, если, например, мы занимаемся доставкой продуктов на дом, с моей точки зрения, так сказать, лучше, чем как в Москве, это делать нигде в мире невозможно. Вот. А если мы занимаемся, я не знаю, разработкой каких-то, скажем, новых катализаторов, да, как бы, то их просто негде продавать внутри страны в таком объеме, чтобы это производство окупилось. Вот. Есть, как бы, такие бизнесы, которые принципиально окупаемые в том единственном случае, когда они ориентированы на мир. Несомненно, чего-то продавать на мир, находясь в Европе или, там, в Америке, или в Канаде, так сказать, или, там, где-то, там, даже в Азии, проще, чем, как бы, находясь вот в одной из этих стран. Ну, поскольку в Латвии традиционно в последние, наверное, там, несколько десятилетий русский язык является таким достаточно распространенным, вот в бизнесах, которые могут релацироваться из этих соседних стран, важен будет фактор русского языка, с вашей точки зрения? Или вы все по-английски лопочете? А? Он очень важен в адаптации, несомненно. То есть, условно говоря, вот, когда человек, предположим, приезжает делать новый бизнес, какой-нибудь условный Лиссабон, так сказать, и когда в Ригу, у него, конечно, несомненно, адаптация проходит совершенно по-разному. Вот. Это, как бы... Ну, фактор сантехника, да? То есть, если он придет к вам... Фактор сантехника, если он приходит к вам чинить кран, вы можете ему объяснить, что вам нужно. Ну, да, 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 да. Вот реально так, конечно же. Это, несомненно, так сказать, людей привлекает, ну, плюс, условно говоря, все-таки близость к границе. То есть, можно там... Ну, сейчас, понятное дело, что у нас пандемические всякие проблемы еще дополнительные. Вот. Но, в целом, несомненно, можно достаточно удобно и недорого, так сказать, там, ездить туда-сюда при необходимости. Вот. Ну, вот, примерно так. Значит, может быть, там здесь не такой хороший климат, например, как в Португалии. Вот. Но, соответственно, так сказать, там, простота адаптации, она, как бы, так сказать, она сильно перевешивает. Угу. Это важный фактор. И еще я хотела спросить по поводу такой важной части бизнеса, как банковское обслуживание. Как мы знаем, в Латвии проходила последние годы два, наверное, так называемая банковская чистка, когда под микроскоп попали все предприятия с иностранными учредителями, в особенности, если учредители эти были, там, российские, или, там, украинские, или белорусские, и, к сожалению, арестовывались счета, к сожалению, замораживались деньги, дела эти идут довольно-таки вяло. И почувствовали ли вы проблему вот с банковским обслуживанием, и как бы вы видели действия правительства в отношении борьбы с так называемым отмыванием денег, как она может, ну, может быть, все-таки сочленяться с интересами вот таких предприятий, как ваши? Да, ну, смотрите, здесь я еще более компетентный человек, потому что я с местными банками, наверное, лет 25 работал. Угу. Вот до того момента, так сказать, как мы сюда переехали, я видел всякое, я вам честно скажу. Значит, соответственно, я совершенно точно, как бы, готов вам подтвердить, что огромное количество людей, как бы, использовало их, как для отмывания денег. Это несомненная правда. И рано или поздно, так сказать, здесь какой-то порядок необходимо было наводить. Вот, значит, соответственно, конечно, несомненно, было бы лучше, если бы его наводили плавно, там, в течение 10 лет, а не одномоментно в течение года. Попытались расчистить эти объективно существующие авгиевы конюшни. Вот. Несомненно, банки, после того, что им пришлось пережить, находятся, как бы, до сих пор в некотором шоковом состоянии. И хотя, условно говоря, ну, по крайней мере, публично правительство посылает им сигналы, что, в общем-то, так сказать, мы совершенно не запрещаем работать с честными предпринимателями. Значит, банки предпочитают, обжегшись на молоке, серьезно дуть на воду. Вот. Это объективная реальность. Ну, я надеюсь, что, как бы, она как-то разрешится. Значит, процесс доказания, так сказать, ну, доказывания, что ты априорно не жулик, значит, настоящий момент времени, конечно, он, так сказать, чрезмерно долгий и сложный. Вот. Эту проблему, несомненно, тоже в стране как-то надо разрешить. Но, тем не менее, я никогда, честно вам скажу, я никогда не слышал, чтобы те люди, которые, так сказать, работают в белую, и те люди, которые не экономят на, скажем так, там, своих юристах и бухгалтерах, имели какие-то проблемы с банками. Вот у нас, так сказать, там, в достаточно широком комьюнити людей, которые с банками местными давно работают, есть совершенно точное понимание всегда, кому за что, как бы, чего-то закрывали, чего-то реквизировали. Значит, это либо было самое натуральное отмывание, либо это люди совершенно не удосуживались делать вообще никакие документы, ни на какую операцию, хотя сама операция была совершенно нормальная. Значит, несомненно, с таким подходом их, как бы, даже в самых либеральных в мире американских банков давно бы, так сказать, зачистили. Вот. А про европейские, ну, про большую старую Европу и говорить нечего. Ясно. Ну, к сожалению, это как бы, это не наша вина, это наша беда, как бы. То есть, условно говоря, когда, так сказать, ну, к сожалению, в голове среднего европейского нашего контрагента, значит, существуют две параллельные реальности. В одной параллельной реальности, так сказать, русские – это гении, и это правда, а в другой параллельной реальности русские – это жулики, и это тоже правда. Вот, значит, так сказать, самое главное, что им научиться теперь нужно делать, это отличать первых от вторых. Чудесно. Потому что их совершенно разные люди. Так, Константин, я считаю, что нашу программу сегодняшнюю надо уже разбирать на афоризмы. Вот столько наговорили хорошего. Итак, сегодня в программе «Подоплека» был Константин Синюшин, руководитель и организатор венчурного фонда высокотехнологичных предприятий, который начнет работать в Латвии буквально скоро. Но уже одно предприятие выходит на, так сказать, стандартную сборку беспилотных летательных аппаратов. Это предприятие нашло себе площадку в Риге, нашло персонал, смогло легко с помощью нашего ЛИА обеспечить приезд нужных высококвалифицированных специалистов из Санкт-Петербурга сюда, в Ригу. Ну и это, в общем, обнадеживает, потому что, как сказал Константин, как он нас заверил, Латвия может быть пионером в привлечении релокационных проектов, привлечении высокотехнологичных инвестиций. И в этом плане господин Синюшин полностью поддержал нашего премьер-министра Каринша, которого мы в последнее время часто все больше критикуем. Спасибо слушателям за участие в программе, ее провела Людмила Прибыльская, звукорежиссер студии Родион Золотарев. Всего доброго, до встречи через неделю.